Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Многих интересует вопрос, нужно ли ослеплять нижние пазухи листьев, ну как выщипывать пасынки, и как вообще формировать кусты наших огурцов. Ну тут такая же ситуация, как и с томатами, кто-то удаляет все листья, кто-то вообще не удаляет, тут предела фантазии нет. Я вам сейчас расскажу, как нужно формировать куст, классический способ формирования, которым пользуются многие на протяжении многих десятилетий, как делаю я и как можно вообще это делать. Вот покажу на этом кусте, потому что он только начал, молоденький кустик у меня. Вот смотрите, по классической, как установленной схеме формирования кустов, первые четыре рекомендуется все-таки ослеплять. Вот четыре пазухи нижних листьев. Вот первый лист раз, второй лист два, третий лист три и четвертый это вот. В четвертом уже у меня тут, видите, вырос пасынок, на котором вот такие тоже уже маленькие огурчики. И вся проблема в том, что у многих не поднимается рука их удалять. Но так как я сейчас показываю классическую схему формирования куста, я его обрезаю. Сразу замечу, что я это делаю не всегда, у меня тоже иногда не хватает силы воли, и я вот этих маленьких, молоденьких оставляю. Так, но мы идем как по правилам. Вот четыре мы ослепили. Раз, два, три, четыре. Пятый и шестой лист, если дает пасынок, нужно оставлять 20 сантиметров. Самые короткие, нижние. Вот видите, вот они огурчики. Я оставляю 20 сантиметров и обрезаю. Со следующих двух листьев, двух, трех, если будет, ну как, вырастать вот этот пасынок, оставляем 40 сантиметров. На высоте, там, где будут дальше, выше, оставляем 60 сантиметров. В принципе поняли, что здесь убираем совсем первые листья, следующие 20 сантиметровые, потом 40 сантиметровые, потом 60 сантиметровые. Все. Высоту даем вырасти огурцу 2 метра. Ну, как позволит ваша шпалера. Потом рекомендуется его там перекинуть, насколько можно оставить 60 сантиметров и прищепнуть. Все. Тогда будет формирование плодов именно вот на центральном, он не будет разрастаться. Но опять же, это такая ситуация, формируют обычно в теплице. Никто не формирует огурцы, если они высажены в открытом грунте. Я вот здесь, видите, как у меня они растут в мешках, они стоят часто, и поэтому здесь мне, конечно, придется формировать эти кусты огурцов, чтобы они не загораживали друг друга. Вот, они будут идти, каждая вот так вот, по одной веревочке, чтобы они не разрастались. Ну, если они у вас в открытом грунте, даже если они вот так на шпалерах, если расстояния достаточно, то, конечно, многие вот эти вот пасынки с огурчиками оставляют. Потому что по себе знаю, что на этих вот, на пасынках потом образуется вот эта первая линия пройдет, первая волна, потом здесь будет столько огурцов уже позже, позже, позднего урожая, что даже их иногда и обрезать не хочется. Но, как принято, как рекомендуют специалисты обрезать, формировать куст, я вам показала. Четыре первых убирают, два следующих 20 сантиметров, 40-60, и чем выше, тем длиннее оставляют пасынки. Потом, после двух метров перекидываете, прищипываете, все. Придерживаться вам этой схемы или нет, вы должны решить сами. Еще раз говорю, если в открытом грунте места много, то можно некоторые пасынки и оставлять. Я иногда вообще как в диком виде их выращиваю. Посадила, сколько выросло, столько и выросло. Я больше чем уверена, что в селах, в деревнях люди так и делают. Некогда человеку, который занят на работе, ходить, вымерять 20 сантиметров, 40-60, прищипывать. Каждый выбирает свой способ выращивания огурцов. Но какой способ ваш, вы поймете только после того, когда вы попробуете все виды и способы выращивания. И с прищипкой, и без прищипки, с формированием куста, или без формирования куста. Еще раз говорю, что огород это такое поле для фантазии, такой размах. Здесь можно придумать и свой метод, и пользоваться чужими. И можно просто выращивать по принципу посадил и забыл. У меня вот эти вот огурцы, которые в мешках. В прошлом году у меня не было времени, я вообще их не формировала. Они сплошной стеной затянули всю эту теплицу и росли как хотели. Вот по этим деревянным стеллажам расползлись. Какие-то вообще вон туда на окно залезли. Ну и также был большой урожай. Зато я сэкономила время. Так что решайте сами. Стоит ли вам вымерять вот здесь линейками, прищипывать, не прищипывать. Но еще раз повторю. Но как положено, я вам рассказала. Вот этот классический, традиционный метод формирования огуречных кустов. Все, до свидания. Заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Вот этот сорт Настенька, это гибрид. Конечно, он меньше израстает пасынками. И его проще формировать. Нет столько много порослей. Но гибридов я выращиваю очень мало. Я выращиваю почти все сортовые, из которых можно собрать свои семена. Они расползаются очень хорошо. Поэтому вот здесь теплицы, нынче буду прищипывать их. Чтобы урожай получился как... Ну, чтобы хорошие не было, мелочи сильно много. Потому что когда прищипываешь и формируешь, все-таки им посвободнее здесь. Больше солнца. И будем, короче, нынче по правилам выращивать. Все, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...